Дорогие друзья, в 2012 году зрители программы «Пусть говорят» узнали трогательную историю, которая произошла в посёлке Добрянка Пермского края. Влад Кудряшов жил в деревянном бараке без удовств с парализованной матерью и ухаживал за ней. А больше всего поражало то, что трагедия в его семье случилось, когда мальчику было всего 7 лет. С момента выхода передачи прошло более 10 лет. Давайте же узнаем, как сложилась судьба Влада к сегодняшнему дню. Жизнь Татьяны Кудряшовой складывалась так же, как и у тысяч наших соотечественниц. В родном посёлке Добрянка она нашла мужа, родила сына, а вскоре мужчина начал прикладываться к бутылке. Жене надоело терпеть пьяные дебоши, она взяла сына и перебралась из благоустроенного жилья в деревянный барак. Он отапливался дровами, а воду нужно было носить из колонки, но Татьяна не унывала и жила ради сына. Трагедия случилась, когда Владу было 7 лет. Мальчик не забыл всё, что произошло в тот роковой день. Я с первого дня всё чётко помню. Мама пришла с работы и рано легла спать. У нас остался ночевать мой троюродный брат. Около 4 утра мы проснулись. Мама звала на помощь. Она не могла встать. Женщину отвезли в больницу и диагностировали инсульт. Врачи спасли ей жизнь, но правая половина тела осталась парализованной. Татьяна не могла говорить, работать и ухаживать за ребёнком, а передвигалась на инвалидной коляске. Кудряшова стала инвалидом, а Владик должен был отправиться в детдом. Муж пьяница погиб во время пожара ещё до трагедии, поэтому сын фактически остался сиротой. Для маленькой семьи это был тяжёлый удар. Мальчик нервничал, начал плохо учиться. Татьяна плакала целыми днями. На помощь пришла соседка и коллега по работе Наталья Гузеева. Она оформила опеку над Владом и старалась помогать Татьяне, но у женщины было немало своих хлопот, трое собственных детей. Основную заботу о Татьяне взял на себя маленький Влад. Он носил воду, кормил, мыл, переодевал маму. Восстановление после инсульта проходило тяжело, состояние ухудшалось. Денег на серьёзную реабилитацию в семье не было, поэтому мальчик решил выучить женщину говорить. Он вооружился книгами, учил мать произносить буквы и добился своего. Женщина снова заговорила, хотя и не так хорошо, как раньше. Когда история разошлась по центральным каналам, Владу Кудряшеву было уже 16 лет. Его поступок тронул даже чиновников, которые часто бывают равнодушными к бедам окружающих. Кудряшовы переехали в новую квартиру, а ток-шоу «Пусть говорят» оплатила маме Влада курс реабилитации в хорошем санатории. Материальную помощь семья оказала Мария Кожевникова, которая была депутатом Госдумы, а также простые россияне. После выхода передачи люди начали разыскивать его в соцсетях, предлагать деньги и продукты, а некоторые просто поддерживали мальчика добрыми словами. «Молодец, ты сильный парень, таких на земле единицы. Мама, у тебя самая счастливая женщина на свете, потому что у нее есть такой сын, как ты». Журналисты, которые приходили к Кудряшовым после переезда, констатировали, что дела матери и сына намного улучшились. Их удивляло то, что Татьяна плохо разговаривала, но сын понимал все, что она хотела сказать с полуслова. А еще за всеми заботами Влад находил время для занятия гиревым спортом и даже показывал гостям свои награды. В 2023 году Владу Кудряшову исполнилось 26 лет. Парень продолжает ухаживать за мамой, но теперь помощников у него хватает. Он с 15 лет встречается с одноклассницей по имени Настя. Влад влюбился в нее еще в школе. Девушка ответила взаимностью и предложила содействие в уходе за больной матерью. Вместе с Настей семье помогает ее мама, которая подружилась с Татьяной и тоже часто бывает в их доме. Влад закончил технику, получил профессию монтажника-сварщика и устроился на работу, а Настя стала визажистом. Дела Татьяны тоже пошли на поправку. Кроме сына и его девушки Кудряшовой помогает социальный работник, а еще она начала передвигаться и сама делать простую работу по дому. Я тебя люблю. Жизнь Влада Кудряшова не была легкой и беззаботной, но это не значит, что молодой человек несчастен. Он не просто посвятил все свое время маме, но еще успевает устраивать и собственную жизнь. Его поступок может стать хорошим примером для всех молодых людей и не только. Можно совершить невозможное, если поддерживать близких людей и не опускать руки. Я был глуп, а может был слишком мал, и не все этой жизни я понимал, но осенью, летом, зимой и весной. Мама, я всегда буду с тобой. Извини, как-то странно звучит, я говорю, а голос дрожит. Извини, ведь это лишь малость, это не все, что в сердце осталось. Я люблю тебя, мама. Я люблю тебя, мама. Я люблю тебя, мама. Я люблю тебя, мама. И никто не заменит мне в жизни себя. Я люблю тебя.